Есть такое выражение «Мой мир никогда не будет прежним». Его употребляют в интернетах под всевозможными проявлениями человеческого идиотизма. Но мы понимаем, что это такой нарочитый сарказм. Сегодня я вам расскажу историю, после которой мой мир действительно перестал быть прежним. Потому что она мне показала вообще, какие бывают люди. И кто бы мне тогда сказал, что я с подобного рода людьми потом буду постоянно сталкиваться. Особенно в своей профессиональной деятельности, когда тебя попросту могут кинуть на деньги. Ну вот так в нашей стране до сих пор почему-то заведено. Не у всех, слава богу, но у некоторых. Дело было чуть меньше, чем 20 лет назад. Тут нужно пояснить, что это сейчас я такой состоявшийся буржуй, которого самое время раскулачить. Машина, две квартиры и все остальное. Но был момент, когда я жил в центре Петербурга, и я не знал, что буду есть завтра. Ну вот реально. Было такое. В этой связи я очень люблю рассказывать потрясающую историю. Как ко мне заехала девушка Маргарита и сказала, у меня проблема, меня надо спасти. Я говорю, что такое? Вот мама дала мне с собой обед в институт, а я его не съел. Если я привезу его обратно, она меня убьет. Может быть ты съешь? Спросила она с надеждой. На что я ответил, ну чего не сделаешь для любимой девушки. И съел. В общем, полный абзац. И я не понимал, что делать, несмотря на то, что у меня там было и высшее образование, и даже среднее специальное образование, и прочее. Тем не менее, я не видел себя ни там, ни там, ни в другой профессии. И, кстати, мне тут задали один вопрос. Что вот, поскольку, Павел, вы по первому образованию столяр. Не возникает ли у вас желание что-то поделать самостоятельно, руками? На что я ответил, нет, не возникает. И на неудуменный вопрос, почему. Я не стал отвечать. Просто, постойте у станка пару лет. Вот меня к нему уже на пушечный выстрел не затащишь. Особенно после того, как у меня в фуганочном столке, или в фуганке, да, как его принято назвать, побывали вот два пальца, отстригли мне подушечки. И, соответственно, вот эти все поползновения современного офисного планктуна, которому хочется построгать, что-то там сварить, что-то там склеить и прочее, они, ну, от того, что как бы не было у них этого когда-то. А когда у тебя это все было, вот как-то меня лично не тянет. Я до сих пор помню это состояние, когда ты 8 часов подряд пилишь древесно-стружечную плиту. Ты с одного конца, а Леша Кабанин по кричке Кабан с другого конца, ты вот подаешь, а он принимает. И ты потом выходишь как бы на улицу, тебе уже вообще ничего не надо. Вот это состояние как бы... Ну, это так, к слову. Конечно, есть всевозможные инкрустации, резьба по дереву и прочее, но спасибо, увольте. Наелся я этого своей жизни. Так вот, соответственно, тут свалилось на меня спасение. Мне предложили поработать в пионерском лагере. Ну, это я его называю пионерский лагерь. Он был детский оздоровительный лагерь, находился в Осево. Я не буду говорить, как он назывался. Назывался, точнее, потому что, судя по последней информации, этот лагерь скупила там какая-то очередная, значит, госчиновница или кто уж там. Ну, разные мне выдавали имена, фамилии. Я не буду утверждать голословно этот дурной тон вообще. Вбрасывать информацию, которую ты не перепроверил. В общем, кто-то скупил. И очередной пример вот этого развала кровавого совка. То есть, вот были пионерские лагеря при заводах и прочих формациях. И вот они все развалились. И теперь там элитные коттеджи. А тогда он еще был жив. И меня позвали на диджея. В чем был плюс? Плюс в том, что там кормили. Ну, там, конечно, какую-то даже зарплату платили. Но она была такая, что, если честно, смех сквозь слезы. Главное, что ты был на, так сказать, довольстве. И, в общем, прекрасная природа. И как минимум два с половиной месяца тебе обеспеченной спокойной жизни. Тебе не надо думать, что ты будешь завтра жрать. Для меня это реально было спасением. Я на тот момент никогда вообще диджеем не был. Я накупил все то, что мне казалось необходимо. Ну, тогда. То есть, я купил там Мадонну, Дипешмот, какие-то старые, там, убойные, как мне казалось, записи. Бунием и прочее. И когда я приехал в этот пионерский лагерь, выяснилось, что детям это все не надо. Детям нужно руки вверх, которые я, если честно, на дух не переносил. И до сих пор как-то меня поддергивает от фразы «ты звонишь ей домой». Ну, как-то, не знаю. Ну, не могу я воспринять это спокойно. Да, такое мракобесие и неуважительное отношение к русскому языку. И на первой же дискотеке я просто понял, что я попал. Я попал, то есть, вот все, что я накупил, вообще не канает. А тут еще надо пояснить. Это сейчас, как бы, можно дискотеку проводить через, не знаю, там, мне кажется, ноутбук подключил. Или даже ноутбук не нужен. Господи, планшет взял, и вот тебе уже вся дискотека. Тогда нет. Там был проигрыватель дисков. И была еще дека, кассетная. У меня были кассеты самые. Может, и пульт, да, то есть, все как надо. Но, на мое счастье, вожатым одного из отрядов был некий Слава. Слава, он работал, ну, или, не знаю, подрабатывал, короче, вот в этих КВНах. Звукарем был. И у него был целый чемодан. Мало того, что музыки самые разные, как раз правильные. Еще я помню, это дискотека Варя, вот, дискотека Варя, в общем, пользовалась популярностью «Руки вверх». Еще всякое там вот это говно какое-то там, «Ветер с моря дул». Вот просто... В общем, все самое прекрасное, что дала наша страна нашему народу. И, помимо этого, у него еще были всякие записи, вот, перебивочки. Короче, это всякое такое полезное для ведения там детских концертов. Ну, вот, всякие вечера там были творческие, которые мне надо было озвучивать. В общем, это все у Славы было. Слава явился самым настоящим для меня спасением. И в какой-то момент... А ему что-то... А его так прет, как бы, интересно. И он говорит, а хочешь, я там буду вести? Да, я говорю, да ради бога. И тут еще надо один момент отметить. Ну, таких моментов будет много. Я эту фразу буду произносить периодически. Вот клуб располагался на самом конце этого пионерского лагеря. Рубка располагалась вообще с торца. То есть, вот она выходила буквально на детскую, на спортивную площадку. И дальше уже все, лес. В рубке в этой была очень крутая лестница. И мне сразу строго сказали, чтобы там у тебя никого из посторонних не было, особенно детей. Потому что когда-то какая-то девочка там упала и что-то там себя сломала. Ну, надо ли говорить, что у меня там пол пионерского лагеря тусовалось, да? То есть, я человек такой добродушный, как бы, в этом отношении. Тут, конечно, особо на правильные напишут про технику безопасности, про то, про все. Ну, мне было 20 с чем-то лет. Какая в жопу техника безопасности? Ну, хочется детям как бы там посидеть и прочее. А тут еще надо про детей сказать. Там были, знаете, такие дети женского пола 15-16 лет, которые ходили с такими глазами и с такими сиськами, что, как бы, это сейчас у нас тут просто что-то там тема педофилии и прочее. Разве это не по-детски? Такой каламбур не совсем уместный. Не знаю, к чему это приведет. Вот приезжал, пожалуйста, товарищ из Австралии, рассказывал, к чему это приводит. И я сам был в Штатах и спрашивал своего приятеля, Женя. Я говорю, Женя, а вот если я буду смотреть на ребенка долго? Он говорит, ну, вот я не гарантирую тебе, что они не вызовут ментов, их родители. То есть, как бы, вот доводят, как бы, людей вот этой вот постоянной, медийным вот этим прессом, доводят до такого состояния. Возможно, и нас когда-нибудь доведут. А тогда, в общем, да, и надо сказать, что в этом плане я, конечно, вел себя не очень хорошо. Да, были прецеденты, ну, что поделать, если им очень хочется, и они вот прям вот, вот они вот здесь и все такое прочее. И, соответственно, вот была вот эта рубка. И, с другой стороны, была моя комната, в чем там еще приели, я жил один. Я жил один, у меня там был телевизор, видик, вот это все барахло. А обычно люди там жили по двое, по трое в комнатах, вожатые все. Ну, и, в общем, я был просто царь, бог и король. Я туда гитару взял, в общем, парень с гитарой, молодой такой, знаете, вот, много о себе думающий. Ну, как обычно там в 20 лет, мужики так называемые. В общем, все было хорошо. Слава вел вот эти вот дискотеки, как бы, руки вверх. Я в какой-то момент вдруг проснулся и понял, что я напеваю какую-то из песен группы «Вверх». Потом я что-то начал ловить себя на мысли, что, в общем, ты не такая наиплохая группа. Ну, потому что, когда тебе вот миллион раз вот это все в ушах прожужжит и так далее. И, в общем, вот это все вот оно шло-шло. Все было прекрасно. Пока в один момент что-то Славу, короче, турнули за что-то. Я не помню. В общем, за что-то вот турнули из лагеря. Я, в общем-то, тогда уже освоился, надо сказать. Сам что-то там подкупил и как-то уже мог спокойно без Славы справиться. На отрядах тогда стояли ребята, учившиеся в Макаровке. Я, кстати, в детстве хотел быть моряком и поступать в Макаровку. На следующий год, когда я уже приехал, там уже были из нашего ментовского вуза. То есть, они вот так подбирали. Ну, то есть, там были парни и были девчонки специально. И, в общем, первые там две смены вообще огонь. А потом в августе, как это, водится, народ разъезжается. Остается очень мало детей и вожатых вообще разобчался. А я вот сразу понял, что вот работа вожатым, это, ну, мягко говоря, не очень интересная для меня деятельность. Потому что она требует каких-то там очень серьезных усилий. Ответственность, кстати, очень жесткая за детей. Ну, то есть, там масса всего такого. И тут меня директриса, с которой у нас сложились очень хорошие отношения, на самом деле. Она мне говорит, она меня по-человечески попросила встать на отряд. Ну, потому что некого больше. Ну, что делать? Ну, я как бы встал на отряд. И был там такой мальчик по кличке Дирол. Почему его назвали Дирол, я выяснил. Потому что он предыдущий год приезжал, ходил в шапке с надписью Дирол. Ну, это нормальная история. Вот у меня в училище столярном, который на самом деле лицей, пришел парень Слава в зеленом свитере на первый урок. Ну, и что? До конца, в общем-то, все три курса он был зеленым. Так бывает. Или вот, как бы, читая воспоминания про революционный терроризм Герасимова, и там филеры говорят про Азефа. Да это наш, Филипповский. Потому что они его так прозвали, ибо он некогда в булочной Филиппова откушивал в Москве на Перской. И вот он стал у них Филипповский. В общем, ну, понятно. В общем, Дирол. Мальчик Дирол. Мальчику Диролу, на секундочку, уже было там без пяти минут семнадцать лет. То есть, он такой, знаете, мальчик, очень относительный мальчик. И вот все, все, значит, заканчивается последняя смена. Там уже такая атмосфера, знаете, абсолютно такая домашняя, семейная. Все друг к другу притерлись, там кто-то перетрахался. В общем, ну, как обычно, вы все понимаете. У меня период жесткой абстиненции. То есть, это был тот момент, когда я вот стрейт-эйдж, вот это все серьезно. Я вообще ни капли в рот не брал. Ну, действительно. Потом развязался, но вот тогда это было все прям такой на идейной основе. Я реально вообще не пил. Я не пил, бегал там, плавал, что-то там подкачивался как мог. Тем более, чем еще хороша эта лагерная жизнь была, там режим. А режим это благо для спорта, вообще для спортивного образа жизни. Ну, вот я так окреп знаменитый вообще стал. Еще более прекрасен для этих вот пионерок. И последний день. И вот там такой консилиум собирается. Да, Славу выгнали, но Слава в какой-то момент вернулся. Вернулся, ну, там, дело в том, что там охренительное место. У меня вообще, как бы, поскольку я еще в детстве проводил, ну, то есть, меня отдавали в пионерский лагерь туда, за Каменогорск, это вообще, за Выборг. У меня вот к этой природе карельской, у меня просто какая-то, понимаете, березки-березки, это вот без дураков. Она мне дико вставляет. Я очень люблю, единственное, конечно, комары, вот в Крыму в горах комаров нет. Здесь комары, это большой минус. Но вот так, это прям вот, вот мое. Мне очень нравится эта природа. В Лосево еще не так, вот это, все вот эти валуны и прочие, вот эти скалы, они, шхеры, начинаются чуть-чуть туда дальше, к Кузнечному ближе. Но все равно, природа, вот эти сосны, озера замечательные, вода прекрасная, питьевая. Ну, то есть, там просто кайфово, реально, там очень круто. Вы там, ну, как, я там первый раз вот с моста прыгнул в воду, потом это у нас был просто ритуал, потом мы с одной бывшей вообще туда ездили 2-3 года специально туда прыгать, это очень круто там. Он не очень высокий, но там такой поток бешеный, и ты когда прыгаешь, вот я прыгал с парашютом пару раз, и вот реально, вот отделение от моста, оно абсолютно как вот ты выходишь с самолета. Единственное, что это бесплатно и быстро. То есть, ты нырнул, бац, пошел и еще раз прыгнул. Ну, в жилетах это, естественно, надо делать, потому что без жилетов только дебилы там прыгают. В общем, приезжает Слава, и я его, как это, по-русски, и не по-русски сказать, приютяю. Я его поселил прямо вот в этой рубке. Она последняя, там ничего не слышно вообще. Я его кормлю, то есть, я ему ношу еду из столовой, ну, потому что он мне очень сильно помог. Я не могу сказать, что он там как-то, у меня были какие-то приятельские чувства, но, собственно, человек помог, а я вот ему делаю хорошо. Мне приятно. Все нормально. В общем, он вот так вот тут живет, живет, и конец, конец, значит, всей вот этой смены, вообще всех смен. Происходит консилиум, значит, там остаются, я как сейчас помню, значит, я не помню, как зовут, но клички у них были. Малыч и Безя, вот эти вот моряки будущие, да, капитаны, поварихи какие-то молодые, вот у них консилиум, где бухать. Мне это абсолютно неинтересно, где бухать, где бухать, и я говорю, ну, как бы идите ко мне в рубку бухайте, потому что это место, где реально, ну, ничего не слышно. Они говорят, да, да, отличная идея, все. Дал им ключи, сам пошел спать. Значит, ложусь спать, тут через какой-то момент, я уже не помню, кто прибегает и говорят, Дерол упал с лестницы. И получается чудесная ситуация. Я на отряде, Дерол в моем отряде, то есть мальчик из моего отряда упал в лестнице в моей рубке. То есть попадос, как бы, вот по всем фронтам. Я вскакиваю туда, несусь, и какая-то вообще, просто какая-то нездоровая ситуация, что-то там все в каком-то ауте, кого-то нет, дверь закрыта в рубку, Дерол, значит, валяется. Я говорю, что случилось, вот Дерол упал, Дерол упал, мы там пили, Дерол упал. Ладно, приводим Дерола к нам в отряд. Я думаю, ну, ладно, хрен с ним, очухается. И вот, я говорю, а ключи-то где? Никто не понимает, где ключи. И тут, короче, у Дерола начинает из уха течь кровь. И повариха мне говорит, что, ты знаешь, я вот немножечко на медсестру училась, и вообще, вот, я знаю, что когда кровь из уха течет, это очень нехорошо. А я и сам, хоть и на медсестру и не учился, я как-то задним умом понимаю, что если бы у него из носа кровь текла, ну, это как-то полбеды. А вот когда из уха течет, это как-то все вообще совсем нехорошо. И, ну, что делать? Пошел, короче, будить директрису. Разбудил. Все ей честно рассказал, что вот Дерол упал с лестницы. Там был водитель, естественно, в лагере со своей машиной. Его посадили, Дерола, повезли в больницу. Я начинаю всех опрашивать, что вообще произошло. Каждый выдает, как бы, свою версию случившегося. И непонятно, непонятно, как он упал, что там он следовало. И говорю, а ключи-то, ключи-то где в конце-то концов? Они говорят, да вот неизвестно. Я говорю, ладно, хрен с ним, утром. Ну, то есть я в таком состоянии уже, ну, то есть я понимаю, что все зависит от того, что какой диагноз поставит этому Деролу. А потом еще выяснилось, что это Дерол, там, каким-то неофициальным образом. То есть он там оказался, через каких-то знакомых-знакомых. Не по путевке. В общем, короче, полный обздец. Но это как бы неважно. Я, причем, лег ночевать в отряде. Уже забил болт и пошел, как бы, ночевать к себе туда, в комнату в клубе. Только я, значит, собираюсь лечь второй раз. И тут мне, опять-таки, то ли Малыч, то ли Безе говорят, «Слушай, перед самым этим я заходил туда в рубку, и там, по-моему, не было львиной доли твоей аппаратуры». Я говорю, да иди ты. Он говорит, вот серьезно. Я, короче, а там было такое окно. Я пошел, взял лестницу, поднялся и смотрю, реально, стол пустой. Нет пульта, нет того, нет сего. И тут меня начинает, как бы, осенять. Я говорю, кто-то действительно украл. Вопрос, кто? Кому это было надо? Ну, допустить мысль о том, что ночью в Лосево кто-то шел мимо, залез, пока там никого не было, взял это и ушел. Ну, она, вы же понимаете, одна на миллиард. И я говорю, слушайте, ну, единственное, кому это надо, это слава. Все отказываются в это верить. Да и я сам отказываюсь в это верить, на самом деле. И что я тогда делаю? Я реально, я собираю показания у всех. Беру лист А4, сажаю безю и малочи, и делаю там такой вот график. Значит, по этой оси, соответственно, показания, что говорит этот, что говорит этот, что говорит этот. А по этой оси ключевые точки, время, ключевые точки. Что вот этот говорит, что в этот момент произошло то-то, здесь оно сходится, все-то и так далее. И я им наглядно показываю, что вот в этой точке и в этой точке слава просто нагло врет. Потому что все говорят одно, а он говорит другое. И тут они начинают чесать репу, и вот первый раз они начинают задумываться, что да, похоже, это сука действительно барахло стырило. То есть, я уже в шоковом состоянии пребываю из-за дерола этого долбаного. И тут мне еще вот это рассказывают. А дело в том, что я вам серьезно говорю, у меня не было ни копья тогда. Это сейчас вот это все, знаете, барахлишко, ну, как бы потерял бы, да и фиг с ним. Много чего я теряю в своей жизни. А тогда я еще понимаю, что я еще и на, мало всего прочего, я еще и на деньги попал. И я, я пошел к славе. Тут есть еще такой психологический момент, понимаете, когда ты с человеком долгое время вот так вот живешь, тебе психологически как-то, ну, не перестроиться внутри и не посмотреть на него как на подонка. Ты по-прежнему смотришь на него как на славу, который тебе очень сильно помогал там, вот. Я говорю, слава, я говорю, так, давай, ты мне просто говоришь, где лежит барахло, я никому ничего не рассказываю, вообще реально. Я просто беру это барахло и мы эту тему закрываем. Слава делает из себя идиот. Он говорит, я вообще ни при чем, что, что, что ты, что ты, что ты. Ну и что делать? Даже если бы я был в нынешнем своем состоянии, когда я реально могу заехать по мордасам, а тогда я в таком состоянии не был, даже сейчас бы я не смог бы этого сделать, потому что, еще раз говорю, это психологический барьер не перебороть. А тогда я еще и был таким, знаете, ну, лошариком. И столяр там местный, который в эту тему, ну, то есть там все уже в курсе, он говорит, слушай, он, скорее всего, это где-то спрятал. А спрятать это можно в лагере, не так много где, там под лодками, где-то еще. Мы пошли, короче, искать. И я реально, я обхожу клуб, а уже светает, реально, то есть там 5 или 6 утра, уже светает. И в закутке лежат два пакета. Эта сучка просто, он взял пульт, он срезал, он даже не стал вынимать эти, правда, он просто их всех срезал, да, чтобы джеки остались, понимаете. Вот, куча всякого остального там барахла. Я их нашел, я думаю, Слава яйцем, пошел, все это кинул, лег и как-то попытался заснуть, и даже заснул. Слава, естественно, с первой же электричкой усвистал. Директриса мне потом говорит, и не только директриса, водитель мне потом сказал, что дело в том, что вот, судя по всему, Диролу, Диролу въехали по мордасам. И, похоже, ситуация, как потом выяснилось, была такая, что Диролу просто зашел, увидел, что Слава это все тырит, Слава дал ему в ухо, Диролу свалился. Чем закончилась эта история? Закончилась она ничем. Слава ни в чем не признался. Директриса очень негодовала на меня за то, что я ей не сказал про вот вторую часть марлезонского балета, потому что Слава уехал и все. Можно было бы вызвать ментов, можно было бы это реально как бы все затеять. Это ей, конечно, было не надо, но она говорит, я бы нашла рычаги давления. Было потом собрание как бы выпускников, так называемые, через месяц уже в городе. Я приезжал, там был Слава, и я подходил к нему Слава. Я говорю, просто по-человечески не стыдно. Он говорит, о чем ты? Я вообще не понимаю. Я никогда не думал, что люди могут быть такими подлецами. Такая, знаете, фраза из советского фильма, но тем не менее. Я не хочу сказать, что я там прям ангел воплоти, но все-таки вот как бы есть какие-то, знаете, пределы, кто бы мне тогда сказал, что потом у меня в жизни еще будет масса всего интересного, что меня будут воровать велосипеды из моей собственной квартиры с соседей в коммуналке, что на моей работе буквально год назад я прилипну на 300 с чем-то тысяч рублей, потому что человек, глядя тебе в глаза, говорит, я заплачу. И ты, поскольку ты с ним уже работал какое-то время, у тебя есть некий кредит доверия к нему, вместо того, чтобы как-то по предоплате все это сделать, ему веришь, а он тебе не платит. И вот таких историй просто вагон и маленькая тележка. И на этом, собственно, и строится иногда наша жизнь. Но, слава богу, она строится и не только на этом. И вот мое состояние после этого случая, я реально был в ауте. Вот я как бы сидел и я думал, ну, как такое возможно? Ну, вот как бы, ну, я могу сказать, что меня там воспитывали в какой-то там вот такой правильной среде, но как-то у меня были определенные понятия о том, что можно и нельзя. И вот как бы человек, вот он с тобой был, и он вот так вот с тобой в последний день, прекрасно все понимая, он в последний день вот так вот с тобой поступает. Он не сделал это ни за день, ни после, потому что нельзя было. Он как бы вынашивал этот план, и вот этот план сработал. Потому что, ну, то, что Павлик ему доверил. Чем еще была для меня эта ситуация показательная, и опять-таки это потом случалось у меня очень много раз, это то, что в критические моменты мозг перестраивается. Я вообще ни разу не следователь, я там никакой ни Иркюль Пуаро, ни Шерлок Компс, но вот я действительно проведя вот такое вот, ну, конечно, смешно это называть расследованием, но оно именно таковым и было, реально. Я вот, я опрашивал свидетелей и составлял для себя картину вот сцены преступления. И на основе этих данных, собственно, я и сделал определенные выводы, которые потом выяснилось, оказались правильными. Но, слава богу, это все позади, ну, по крайней мере, это позади, потому что впереди наверняка еще что-то. И один из самых главных уроков, который я вынес, и он мне, ну, в смысле, вот этот вывод, он мне очень потом помогал, хотя все равно было иногда очень обидно, что если ты кому-то делаешь что-то хорошее, не надо ждать ничего в ответ адекватного. То есть, да, тебе могут и в ответ что-то сделать хорошего, но гораздо чаще, гораздо чаще, ну, так вот получалось у меня, был период, когда, ну, в лучшем случае ничего, а в худшем как раз обратно. Даешь девочкам камеру записать, танец, ни девочек, ни камеры. Помогаешь людям в одной очень непростой ситуации, они вываривают на тебя кучу говна в интернете. И это не говоря про более жесткие случаи, про которые, ну, не хочу распространяться вообще ни разу. В этой связи меня ждут радостные моменты. Это встреча с некоторыми из вас. Я пока еще более-менее, погода позволяет, продолжаю водить экскурсии. Вот только что вернулся с одной из них. Это там был одинокоммерческий проект. Меня попросили, значит, поразвлекать журналистов из Петербурга и Москвы. Поразвлекал, как мог, все остались довольны. Ну, а вам, собственно, предстоит, вот в грядущую пятницу мы гуляем Роману Бесоплею в 20.00, в субботу в 14.00 мы гуляем убийство Павла Первого и министра истиции Чегловитова в 14.00, это в Петербурге. В среду мы гуляем по Садовой улице, расскажу про Пажевский корпус, Опрашку и Мальтийский орден. В Москве 2-го числа мы гуляем в 13.30 и 16.00. Соответственно, в 13.30 по Ивановской горке и Варварке, по набережной мы гуляем в 16.00. А потом еще через среду, 5 сентября, в Петербурге будет экскурсия тоже по Невскому проспекту. Террористы, банкиры, великие князья. Пройдем там достаточно обширный кусочек этого самого проспекта, расскажу. И напоминаю, что тут вроде как уже какой-то народ собирается, что идет формирование группы на октябрь, скорее всего, на вторую половину октября в Париж. Соответственно, если вам это интересно, пишите в контакт или на электронный адрес, я вам скину все подробности, условия и так далее. И еще один момент. Друзья мои, я тут как бы запустил музыкальный проект свой, пока так, в полсила, но будем дальше усиливать это все дело. Тут у меня будут две съемки в Питере и Москве. Мне приходится всем заниматься самому, потому что не так, у меня много финансов на это все. Поэтому, но вот если среди вас есть толковые художники, постановщики и стилисты, и вам хочется в этом поучаствовать в Петербурге и Москве, ну, пишите мне. Возможно, мы найдем какие-то точки соприкосновения, потому что вот этой части иногда очень не хватает. На этом все. Оставляйте ваши комментарии вот там. Надеюсь, в вашей жизни не произойдет всего того, что я только что рассказал. Увидимся. Пока.